Я узнал от брата-летчика о проблеме, которая у него была с поступлением в летное училище. Оказывается, в КГБ были сведения, что наш дедушка был дружен с белым мигрантом Сикорским, авиатором. Всё же брат поручился и стал летчиком. А как это мой дедушка, христианин в Ярославской губернии, торговец Лавико-Эстинного двора, мог дружить с изобретателем вертолёта? Может быть, как прихожанин церкви Сикорский же поддерживал православные храмы в США? Юр, дело в том, что вот в чём огромное преимущество русского общества перед российским, перед современным. В русском обществе горизонтальные лифты работали, поэтому дед Базарова мог землю пахать, а Базаров мог в перспективе стать учёным с мировым именем и замечательным практикующим медиком. Поэтому Некрасов мог посвятить крестьянину-егерю поэму «Крабейники». «Как с тобою я похаживал по болотинам вдвоём? Ты меня почасту спрашивал, что стучишь карандашом? Почитай-ка, не прославиться, угодить тебе хочу. Буду рад, коли понравится, не понравится, смолчу». Ну, понимаете, вот именно егерю, другу своему Некрасову, сказал намерение застрелиться. Когда он сказал, что боли его измучили, он очень тяжело умирал от рака прямой кишки и говорил, что боль такая, думаю, разом покончить. Он одному человеку об этом сказал, вот егерю этому, ни жене, ни друзьям, ни врачу, а вот ему, и тот его отговорил, умолил как-то.